Еще одно важное событие в Астане. Сегодня проходит второй день форума мэров-городов стран Шелкового пути. Сейчас идет пленарное заседание с участием столичного Акима Сета Исекешева. Однако, как сообщает наш корреспондент Асхат Ниязов, самое большое внимание прессы, да и присутствующих, привлек другой участник заседания. Вот узнаем, что это за участник. Асхат, добрый день в эфире. Рассказывай, что за участник такой интересный. Ну, так сказать, хедлайнером сегодняшнего форума, безусловно, да простят меня другие участники этого заседания, стала Геноид София. Этот робот или это робот, я не знаю, наверное, даже как правильно, обладает, она может, помимо того, что она разговаривает, то есть к ней можно подойти, задавать вопросы, и она будет отвечать. Она еще и может адаптироваться к человеческому поведению, то есть она повторяет повадки человека. Она, когда сидела на пленарном заседании, моргала, поворачивалась, улыбалась, то есть не просто, как робот, это уже практически человек. Интересный факт, что с 2017 года София, или как здесь ее уже называют по-казахстански, София Ханым или Саке, даже я слышал, стала подданной Саудовской Аравии. То есть это первый в мире робот, который получил гражданство какой-либо страны. Ну, насколько я знаю, она уже успела прогуляться, как она сама говорила по Астане, хотя, как видно по картинке, у нее нет ног. Как она гуляла, наверное, ее возили. Вот, и она говорит, что ей очень понравилась Астана. Ну, давайте послушаем отрывок из речи киноида Софии. Прогулявшись по городу, я влюбилась в уникальную архитектуру вашей столицы, в которой сконцентрированы самые передовые технологии и инновационные методы искусства градостроительства 21 века. Я увидела красивую, динамичную, молодую столицу с великолепными зданиями. В Астане уделяют большое внимание развитию технологий. Реализуется проект умного города «Смарт-Астана». Кроме того, вы открываете стем-лаборатории в школах, технопарк, проводите хакатоны, международные форумы и мероприятия, чтобы город и его жители могли совершить технологический прорыв. Уверена, что у меня еще будет повод, чтобы вернуться снова. Асад, ну очень интересная дама, конечно, я тебе даже немножко завидую и вижу, что искусственные женщины тебе очень нравятся, умные искусственные женщины. Но все-таки вернемся к теме форума, что обсуждали, какие темы обсуждали на пленарном заседании, расскажи. Да, перед этим хочу уточнить, все-таки, наверное, живые женщины пока это лучший вариант. Ну, на форуме обсуждали, что на сегодня сотрудничество между странами и бизнес-сообществами – это уже в прошлом. Но сегодня нужно сотрудничать с городами и за этом будущее. И вот сегодняшний форум – это, кстати, личное тому подтверждение. Кстати, на форуме Осета Секеша Факим Астаны рассказал про новый город республиканского значения Шимкент. Он как раз тоже стоит на Великом Шелковом пути. На что делается акцент в Астане? Развитие озеленения. Это, наверное, одно из важных сегодня, потому что во всем мире люди заботятся об экологии. Мы тоже заботимся. Наш глава государства создал зеленый пояс вокруг Астаны. Вот буквально недавно он проверял его буквально на днях, высаживал новые деревья, выпускал птиц и зверей. Я сам сейчас стою возле Дворца мира и Согласия, где проходил форум, и сам просто утопаю в зелени. Здесь весь парк зеленый, трава, деревья различные. Потом, Астана это политический город. Здесь свои штаб-квартиры разместили одну из основных в мире организаций. Самое главное, как отметил Осета Секешев, для города это инновации. Инновации используются во всем. Вплоть до строительства дорог применяются какие-то новые технологии. Но еще важнее, потом сам себя поправил Осета Секешев, что самое главное все-таки это таланты. То есть кто это все будет делать? Нужно создать такую атмосферу в городе, чтобы талантливые люди, талантливые молодые люди не уезжали работать куда-нибудь в Дубай или в Европу, а чтобы они оставались работать здесь. Достижения Астаны, про них тоже рассказал Осет Секешев. Например, доля малого и среднего бизнеса за эти 20 лет возросла до 57% в городе. То есть это уровень стран ОСР. Давайте еще послушаем, о чем еще говорил Осет Секешев. Население города выросло более чем в три раза и превысило на 1 миллион человек за 20 лет. И сейчас каждый год от 50 до 100 тысяч человек переезжают в Астану. Территория города выросла в три раза. В 10 раз выросло количество машин. В 19 раз объем построенного жилья. Сегодня, последние три года в Астане сдается более 2 миллионов квадратных метров жилья. Валовый региональный продукт города достиг уровня почти 18 миллиардов долларов. В номинальном выражении он вырос более чем в 200 раз, в реальном выражении в 5,5 раз за эти 20 лет. Объем инвестиций за 20 лет суммарно составил более 47 миллиардов долларов в США. И в прошлом году объем инвестиций для достиг рекордных почти 3 миллиарда долларов в США, из которых 600 миллионов долларов – это прямые иностранные инвестиции. Ну, пленарное заседание уже завершилось буквально несколько минут назад. Сейчас кофе-брейк и Осет Исикешев вместе с роботом Софией пойдут в дворец независимости. Там будет встреча с детьми. Я думаю, это тоже будет очень интересное мероприятие. О нем расскажут уже мои коллеги в следующих выпусках новостей и в вечернем выпуске итоговом в 20.00. У меня пока все. Вера. Асхат, спасибо большое. Асхат Ниязов работает на форуме «Мэров стран Шелкового пути». А мы продолжаем выпуск с другими темами.